Добрый день, друзья! Меня зовут Неля и вы на канале Готовить Просто. Сегодня готовим вкусный, наваристый, аппетитный и очень ароматный суп мампар по-узбекски. Готовить его не так уж сложно, как кажется. Благодаря богатому составу из овощей, мяса и маленьких пшеничных крёцок, он получается густой и сытный. Наличие разноцветных овощей и зелени придаёт блюду яркость и красочность. Для приготовления нам понадобится мясо 500 грамм, у меня говядина, вода 2,5 литра, 400 грамм картошки, болгарский перец 1 штучка, 1 морковь, 1 луковица, чеснок 1-2 зубчика, 2 чайные ложки томатной пасты, соль, перец по вкусу. Для клецок 150 грамм муки, 1 яйцо, 30 мл воды и пол чайной ложки соли. Для начала подготовим необходимые ингредиенты для теста. В стакан с водой добавляем соль, перемешиваем, чтобы она растворилась. Добавляем яйцо, снова перемешиваем. В миску просеиваем муку и делаем небольшое углубление. Выливаем яичную смесь. Небольшими порциями добавляем муку. Сначала вымешиваем тесто вилкой или ложкой, а затем руками. Тесто должно быть плотным. Вымешивать нужно достаточно долго, добиваясь полной однородности. Заворачиваем тесто в пищевую пленку и даем отдохнуть 30 минут. Теперь подготовим основные ингредиенты для супа. Говядину можно заменить на баранину или курицу. Часть туши выбирайте по своему вкусу. Так же, как и растительное масло. Можно брать любое. У меня подсолнечное. Говядину вымойте, обсушите и нарежьте мелкими кубиками со стороной примерно 1 см. Вырезаем все ненужные жилки. Картофель очистите и нарежьте таким же небольшим кубиком. Морковь очищаем и нарезаем небольшими кубиками. Болгарский перец очищаем от семян, плодоножки и нарезаем мелкими кубиками. Луковицу очищаем и нарезаем точно так же, как и остальные ингредиенты. Чеснок мелко порубите ножом. Казан или кастрюлю с толстым дном разогреваем на среднем огне. Добавляем растительное масло и выкладываем говядину. Обжариваем, помешивая до легкой румяной корочки. Сначала мясо пустит много сока. Затем он испарится, а мясо чуть уменьшится в размере. Поджариваем его до румяной корочки, периодически помешивая. Добавляем чеснок. Обжариваем буквально 30 секунд. И сразу же добавляем лук. Тушим пару минут. Морковь. Жарим, помешивая, 3-4 минуты. Выкладываем в кастрюлю болгарский перец и 2 чайные ложки томатной пасты. Жарим, помешивая, 3-4 минуты. Томатную пасту в этом рецепте можно заменить на помидоры в собственном соку, либо свежие помидоры или кетчуп. Теперь добавляем картошку. Все солим, перчим и перемешиваем. Жарим еще 3 минуты. Вливаем в кастрюлю к овощам холодную питьевую воду. Количество воды выбирайте сами. Зависимо от того, насколько густой суп вы в итоге хотите получить. Учитывайте, что в блюде будут еще клецки. Доводим суп до кипения. Варим на среднем огне, снимая пену около 30 минут. Пока варится суп, раскатываем тесто в тонкую лепешку толщиной 2-3 мм. Нарезаем тесто на квадратики 1 на 1 см. Во время варки клецки разбухнут, поэтому не стоит делать их слишком большими. Клецки готовить совсем не сложно. Конечно, им можно придать любую другую форму. Например, просто вырезать ножницами такие продолговатые брусочки. В любом случае получится вкусно. Слегка посыпьте получившиеся квадратики мукой, чтобы они не слиплись. Перед добавлением в суп выложите кусочки теста в сито и просейте излишки муки. Теперь частями высыпаем тесто в кастрюлю к овощам. Каждый раз перемешиваем, чтобы клецки не слиплись. Варим суп, помешивая, еще 5 минут. По мере готовности кусочки теста будут всплывать на поверхность. Когда все тесто всплывет, можно выключать огонь. Суп Pampar по-узбекски приятно разнообразит ваше обеденное меню. Он вкусный, яркий, красивый и очень ароматный. Благодаря обжариванию мяса и овощей бульон невероятно наваристый и богатый на вкус. Друзья, как вам рецепт такого супа? Свои отзывы и советы пишите в комментариях. Всегда рада новым идеям. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик. Так вы будете получать уведомления о моих новых видео рецептах. С вами была Неля. Всем приятного аппетита и мирного неба над головой! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok